Место на самом деле просто обалденное Подожди, я первый Еще увидите, как делать настоящий плов по-шорски Только своими руками мы построим настоящую печку по-черному Сейчас его залью Я приветствую вас на канале Строим Дом Своими Руками Друзья, не совсем привычный ракурс для вас Потому что мы сейчас находимся на рахах Алтайского края И я думаю, что мне будет что рассказать даже в этом отдыхе Небольшом вам о нашей стройке Мы с вами вместе построим природную баню И это будет прикольно, баня по-черному На самом деле на стройке тоже иногда нужно отдыхать И я считаю, что вырваться с семьей один раз в сезон это прям вот нужно Поэтому оставайтесь с нами, поехали Ставим лайки, подписываемся на канал Как вы поняли, мы уже разместились, мы поставили палатки И сейчас мы идем с вами строить баню, как я вам обещал Нормальная баня Начинается с главного момента Первое, что делается на природе, это строится армирующий каркас То есть сама каменка Григорий будет наверху принимать камни А я буду снизу их подкидывать И без этого никак Субтитры сделал DimaTorzok Мы решили, короче, попробовать, как эта штука вообще просто взорвется ли река или нет? Взорвется ли меня сейчас? Давай Открыть У тебя будет жестко? Сейчас его залью Ты видела Артура? Он их на рот пусть сделал Мы сейчас сделали конструкцию из металлических наших жердей Закладываем камнями Самое главное, все камни шатать Чтобы они, те, которые хотят упасть, чтобы они падали И вы их потом перекладывали по-нормальному Сейчас мы соберем ее, затопим И будем делать каркас для нашей бани Ты долго будешь троллить? Да, не видишь, не сгорят А ты уже просто подставь Ромаш Все, сильно впиталось Друзья, ну ни одна баня, конечно же, не обходится без нормальных, хороших, сухих дров Так как мы не портим Горный Алтай Мы собираем дрова, которые принесла река весной в половоде И вот сейчас на том берегу у нас Григорий пытается изощренно собрать Хотя бы какие-то дровишки А я должен перекинуть ему веревку Вот это тянет Вот и все, и она приплыла к нам в заводь Место на самом деле просто обалденное Банька потихонечку у нас работает Ничего не осыпалось, слава богу Будем надеяться, что ничего не обсыпется Для того, чтобы построить такую печку Сразу скажу, вам нужно примерно 10 погонных метров целлофана И около 2 рулонов скотча Больше ничего не нужно Водичка, ребята, питьевая Шикардосик Сейчас занесем все это на берег И дальше Сейчас я возьму сучкорезку Пойду Грише И мы с ним нарежем дров еще Готов! Надо бензо долить О, прикольно! Дочь, надо здесь ютуб сделать треугольничек И все, ютубовский Класс! Прям красным маркером, дочь И все Офигеть, дырка! Вау, ребята, вот это и называется куриный глаз Чтобы теперь приходило тебе счастье, Денис Ты должен подержать его на веревку и носить на груди Так, ребята, мы должны перейти с вами реку Кстати, хочу сказать, что вот именно в этой реке В свое время чуть не утонул один блогер Который сейчас переходит эту реку Когда я был маленький Мы с братом вот в этой реке играли И вау, 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 вау Глубоко И меня понесло течением И, короче, меня спас мой дядька Он меня выдвинул, когда я уже уплывал за скалу Она на самом деле не глубокая Вы видите Аааа А ну она коварная Вон, вон, вон Один сланец уплыл Сейчас Гриша поймает его, надеюсь Камни скользкие, капец Хорошо, что друг подстраховал Знаете, без сланцев эту реку перейти вообще нереально Камни непривыкшие, городские ноги к таким камням Сегодня у этой сучкорецки это боевое крещение А она два раза макалась в воду Но, по-моему, ей это не важно О, хорошо Вот каждый год эта река меняет русло И в том году это все было каменная заводь А там было мощное течение Давай Спасибо Так, друзья, мы, короче, решили, что сегодня сделать Сейчас скотчем все перемотаем Главное, ребят, до момента, пока не догорит ваша печка Пока она не нагреется Крышу не укрывайте, укрывайте края Они дадут определенную фиксацию Самый оптимальный вариант топления бани Это примерно 3-4,5 часа Мы уже топим около 3 часов У печки находиться уже очень жарко Она такая прям горячая, хорошая Класс С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Поздравляем, желаем тебе всего-всего-всего Чтобы все твои мечты исполнялись А это тебе от нас На шейху такая вот невидимочка Спасибо большое Так, подождите, желание Загадывай Чтоб дождя не было Ура! Что у нас в печке? Ребята, это Алтай! Алтай он такой! Обязательно выгребаем всю залу из нашей печки И заливаем остатки пепла водой Нам осталось смонтировать целлофан Что сделать крайне просто Для этого мы берем скотч Берем наши 10 метров целлофана Разрезаем его вдоль Для того, чтобы раскрылся на 3-х метровый слой И устилаем все наши стенки Ну что, как говорится, с легким паром С легким паром, друзья! Сегодня вот эти два товарища Сделали нормальную баню Немножко кривоватую Но с другой стороны она работает, ребята Своими руками, ногами и головами Всем советую Блин, дубаня просто огонь Вообще просто клевая Все, ребят, давайте После такой классной бани Что может быть еще замечательнее? Мне кажется, что ничего Но Григорий, мой товарищ С Кемеровской области Сказал, есть вариант Сегодня вы еще увидите, как делать настоящий плов О шорске По настоящим шорским рецептам Для настоящего шорского рецепта Необходимая, температура какая? 400, выше Саренгейта Называется то, что сейчас варится Зервак называется Как? Зервак Это универсальная приправа Приготовленная собственноручно дома Сам делал? Да А что в ней такого есть, скажи? Ну, секретный Не, ну, по-братски Не, ну, по-братски Для наших, для наших Для подписчиков Самый главный секрет Не раскрывай просто Скажи, что там Сколько минут Салфановые пакетики Это понятно Покажи, что внутри Там есть перец красный Я вижу, да? Фабрика, перец красный Взира Взира? Да Ну, что такое? Короче, темный Иди отсюда, а? Друзья, ну я реально темный Я в этой штуке не разбираюсь Но я знаю, что он умеет готовить плов На высшем уровне И сегодня мы с вами Прогустируем И я вам расскажу, насколько он клевый На самом деле Ну, понятно, что Через камеру не передать всех этих вкусов Но вы уже посмотрите Это баранина Это нога баранья? Это баранья кто? Нога Переток Левая Передняя нога Левая, правая, передняя нога Это морковь Это зертокс Как ты назвал это слово? Перетокс Зерай, ёпт Друзья, по секрету я вам расскажу Все ингредиенты, которые я смог узнать И которые мы используем в этом плове Настоящий плов, как мы знаем, готовится из баранины С добавлением множества ароматных специй Давайте же приготовим с вами вместе плов Что нам нужно? Где-то около 2 килограммов баранины 1 килограмм риса Репчатый лук 1 килограмм Морковь 1 килограмм Масло подсолнечное рафинированное Около 300 миллилитров Приправа для плова Это секретная уже комбинация Которую мне узнать так и не получилось Но смотрите в видео Примерно 2 чайные ложки вот этого замечательного зира Это барбарис паприка Ну и то, что сказал Григорий Дальше соли 2 чайные ложки Ну и, конечно же, горячая вода Получается где-то на 10 порций И, кстати, друзья, используйте ароматные Чеснок и ставьте его прям головками Это вот просто Я потом съел целую вот эту луковицу И мне так очень понравилось Всем советую Тщательно с вами промоем мясо И его обсушим Затем нарежем небольшие кусочки Примерно по 4 сантиметра Почистим морковку Нарежем тонкими примерно по 0,5 сантиметра в толщину полосками Далее мы очистим с вами лук Нарежем тонкими полукольцами Или помельче Лучше всего плов готовить, конечно же, в казане Но можно и в толтостенной кастрюле А мы использовали казан, потому что он у нас был Выкладываем в разогретое масло мясо Минуты через 3 примерно перемешиваем Продолжаем обжаривать на сильном огне До любимой нам степени Кто-то любит слегка подрумянинное мясо А кому-то по нраву сильные обжаренные кусочки Мясо обжарилось Добавляем лук и перемешиваем Обжариваем минут 5-7 Не забываем перемешивать Ведь готовим мы на большом огне Теперь добавим полосочки морковки Все перемешиваем и обжариваем Готовим либо до подрумянивания морковки Либо до мягкости Опять же, кому как нравится Добавляем примерно 1,5-2 стакана горячей воды Чайную ложку соли И приправу для плова Даем покипеть минут 15-20 под крышкой На среднем огне Тщательно промываем под проточной водой рис Чтобы вымыть из него весь крахмал Чтобы у вас гарантированно получился плов, а не каша Лучше возьмите пропаренный рис Выкладываем промытый рис в казан Разравниваем рис и доливаем горячей воды Жидкость должна покрывать рис примерно на 2,5 см Добавим соль Готовим без крышки на среднем огне Когда выкипет вся жидкость и рис окажется на поверхности Собираем его небольшой горкой Делаем несколько дырок черенком ложки До дна казана или кастрюли И плотно закрываем плов крышкой Уменьшаем огонь до маленького И готовим еще минут 20 Затем выключаем огонь И пусть плов постоит еще минут 15 Раскладываем плов по тарелкам Или выкладываем в одно большое блюдо Приятного аппетита, друзья! Спасибо за то, что смотрите наш канал Очень рад буду, если вы поделитесь этим видео С своими друзьями Вконтакте или в любой другой социальной сети Это очень поможет развитию нашего канала Спасибо вам, что вы с нами Мне очень приятно читать ваши комментарии И видеть от вас лайки Дизлайки тоже дают мне какую-то мотивацию Для дальнейшей работы Поэтому оценивайте видео По вашему внутреннему меру ощущения Ребятушки, вы просто не представляете Насколько эта штука вкуснейшая Это баранья нога Я уже попробовал эту штуку Я хочу официально заявить Что ты настоящий плововар Или пловопек Так меня еще не обзывали И этого еще добавь Туда же прям накладывай И прям все вместе Вот этот салат туда накладывай И... Да, на самом деле Меня научили правильный плов Это берешь этот салат Накидываешь туда же Я так никогда не делал Но я попробую Мне кажется, это будет прикольно То есть так перемешиваем Сейчас Да что-нибудь смотри Целая чесночина Смотри Но она вареная Держи Нормальная? Все хорошее когда-то заканчивается Мы топили ее два раза И два раза она Ну прям Дала отличный жар Давайте, наверное, разбирать ее, что ли Нам нужны палки Поэтому мы ее разбираем Ну вот и все Сейчас надо будет еще тент убрать Чтобы так не валялось Сейчас все приберем И... Банька наша Ну она была классная Конечно классная Все, я рад был вас всех видеть Друзья До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok